Кто-то пьет сахаром чай или нет? Привет, Энмайрум. Давайте начнем. Квартира находится в доме двадцатых годов постройки и это один из первых жилых комплексов Москвы. Он был построен для работников трехгорной мануфактуры. На момент покупки квартира была коммунальной и ее изначальная планировка мало чем отличалась от типовой жилой секции Моссовета. Узкий коридор, маленький санузел, крохотная кухня с двумя газовыми плитами, две изолированных комнаты. Ванной комнаты в типичном понимании этого помещения в квартире не было, а ванна стояла прямо на кухне напротив газовой плиты. Но это дало мне возможность осуществить мою давнюю мечту и сделать ванную комнату с окном. Как говорят французы, ванная комната это все-таки комната и в ней без естественного света не обойтись. А вот в кухне окна может и не быть. Кухня получилась довольно компактная и расположена при входе в квартиру. Гарнитур утоплен в специально спроектированную нишу, а плита на кухне электрическая для того, чтобы можно было совместить кухню с гостиной. Хотя за газ я по-прежнему исправно плачу 70 рублей в месяц. Площадь квартиры 59 квадратных метров и этого оказалось вполне достаточно, чтобы разместить помимо кухни и гостиной изолированную спальню и большую гардеробную. Я хотел сохранить максимум пространства и поэтому помимо окна в ванной комнате и светлых стен сделал высокие распашные двери со стеклянными фрамугами. А перегородку между спальней и гардеробной возвел не во всю высоту, так в гардеробную проникает дневной свет. Мебель и декор выбирались постепенно. Я и сейчас иногда что-то нахожу для квартиры. Например, эту скамейку я совсем недавно купил в Икее по большой скидке. Стеллаж сварил знакомый строитель по моему эскизу. А латунные ласточки, которые стоят на камине, я привез с блошиного рынка в Париж. Друзья, дам важный совет. По опыту своей квартиры могу сказать, не стремитесь сразу покупать всю мебель, особенно если вы ограничены в бюджете. После ремонта в квартире должны быть полностью оборудованы кухня и санузел. Также вы можете купить простые розетки и выключатели, если ваш интерьер не минималистичны. В будущем они будут мало заметны на фоне мебели и предметов декора. Вот такая история второй молодости старой московской коммуналки. Очень рад был вас видеть in my room. Пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...